Привет! Мы на канале Маленькая Красота Теви. И сегодня мы будем делать съемочку на коровку. У нас сегодня будет тема Божья коровка. Она такая миленькая, такая красивенькая, такая красненькая. Маруся, это кто? И желтенькая. И желтенькая бывает. Правда, на самом деле Божьи коровки бывают и желтые, и красные, и оранжевые, и даже чисто черный песточек. Да? Маруся, а ты знаешь, Божья коровка, она вообще, это что такое вообще? Это кто? Животное? Правильно. Так, хорошо. А вы знаете, сколько бывает видов? Каких Божьи коровок? Пять тысяч видов почти на всей планете встречается. Маруся, а что Божьи коровки кушают у вас? Они травоядные или хищники? Действительно, Божьи коровки, большинство видов хищники. Есть, конечно, и травоядные встречаются, но в основном, в основном все виды это хищники. А что они кушают, любят? Тлю. 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 Не клю, а тлю. Тля это такое насекомое вредоносное. Вот поэтому Божьи коровки все садовники и огородники очень любят, потому что она истребляет этих плохих насекомых, которые поедают урожай. Да? Да. А ты знаешь, как Божьи коровки в других странах называют? Божья птичка. На Украине называют ее Солнышко. Да. Во Франции Божья курочка. Представляешь? А в Литве знаешь, как ее называют? Как? Божья Марьюшка. Поняла? А в Таджикистане называют Краснобородый Дедушка. Вот так. Вот такие названия интересные у Божьей коровки по всему миру. Их на самом деле еще больше. Мы просто вам самые такие интересные рассказали. И поэтому сегодня мы хотим вам сделать и показать своими руками Божью коровку. Мы сделаем две, да, Марусин? Да, сделаем две. Вот. И красную, да. А одну мы сделаем в виде талисмана. Знаете почему? Да. Почему? Потому что. Божья коровка считается, что ее талисман приносит удачу. И поэтому мы сегодня сделаем Маруси такой медальончик в виде Божьей коровки. Ну и Марусь захотел... А ты мне помогу? Ну конечно помогу. Ну и конечно же мы сделаем по просьбе Маруси еще одну Божью коровку желтенькую. Потому что она захотела еще желтенькую. Ну что, поехали? Божьей коровки. Хорошо. Поехали? Да. Начинаем? Да. И так, для того, чтобы сделать медальончик, вам понадобится картонный кружочек. Марусь, покажи картонный кружочек на камеру. Покажи. Да, вот такой. Из любого картона вы можете вырезать любого размера кружок. Любая ленточка. У нас в данном случае вот такая осталась подарка от какого-то, да, Марусь? Да. Мы другую не нашли, но решили воспользоваться этой. Правильно? Да. Когда у меня был, что у меня с ней. Да, тебе, видимо, подарки дарили и осталось. Теперь нам понадобится еще два крылышка вот таких желтого цвета. Марусечка, держи. Из цветной бумаги вырезаете по размеру картонной заготовочки. И вот... У меня луна получилась. Ну да. И один кружочек цельный из цветной бумаги черный. Итак, мы должны с вами закрепить вот нашу веревочку. Вы можете приклеить ее или мы, например, решили сделать это скотчем. Небольшим кусочком приклеиваем. Марусечка, доклеивай хорошо, чтобы держалась. Так, а теперь нам нужно приклеить черную, черный кружочек, черный кружочек, приклеить сверху вот здесь. Марусечка, сейчас нужно тебе выдавить клей. Марусечка, держи. И переворачивай на обратную сторону. Смазывай кисточкой. Не бойся, берешь вот так вот. И вот так смазываешь. Прямо здесь. Молодец. Хорошо-хорошо смазывай все края. Только смотри, не запачкай вот эти желтые кружочки. Вот, пока Маруся смазывает клеем, я еще расскажу про божих коровок немножко. Вы знаете, что на самом деле во время полета божья коровка в секунду делает до 85 взмахов крыльями. Это же просто не реально. Так быстро махать крылышками. Это так здорово. Да, Маруся? Да. Маруся, знаешь, почему вот такая вот тельца у нее яркая, это красочная, в корошек. Знаешь, почему? Для чего нужна ее такая красивая тельца? Чтобы ополз. Нет, чтобы отпугивать хищников своей окраской. Поняла? Ну что, наверное, давай приклеивать теперь черную, черное тельце ее. Давай, я тут немножко тебе допомогу. Ага, я сейчас сама. Умничка, да, все сама. Бери черненький кружочек. Нет, большой, большой черный кружочек. И вот сверху его вот так приклеивай. Только ровненько, чтобы совпали края. Вот так хорошо. Видишь, это уже тельце у нас такое. Покажи, покажи. Угу. Вот так получается у нас. Теперь нужно приклеить крылышки. Давай. Так, крылышки мы будем смазывать только с одной части. Здесь и здесь. Зачем? Клеим. Да. Давай, давай. Вот здесь только вверху. Клеим намазывай. Можешь дальше? Да, чуть-чуть. Ну нет, больше, больше, Марусь. Вот так, на половинку вот примерно. Работаем мы сегодня с клеем ПВА. Так, молодец. Все, достаточно, достаточно. Теперь мы берем это крылышко. У нас будет как бы божья коровка в полете. И оставляем немножко места для головки. Конечно, смазывай, уже можешь смазывать. И вот так вот приклеиваем. Все. Так, наклеила? Она ее наклеила, намазала? Хорошо. Хорошо намазала? Я будто сама. Молоденько. Вот так, молодец. Смотри, она как будто бы у нас будет лифт. Так, вот так получается у нас. Смотрите, вот такая божья коровка. А чего не хватает? Чего-то не хватает. Вот так вот. Ну, конечно. А вообще божьи коровки чаще всего встречаются. Это, как они называются, семиточечные, по-моему, как-то так. То есть они вообще бывают разные. У них разное количество точек. Ну, вот в наших краях часто встречается вот эта семиточечная божья коровка, потому что на ней семь точек. Давай мы, Марусечка, с тобой. Один. Дальше. Три. Два. Два. Дальше. Три. Три. Дальше. Четыре. Ты две взяла. Одну бери. Четыре. Четыре. Угу. Пять. Пять. Шесть. И последнее. Семь. Вот. Вот эти семь кружочков нам нужно приклеить. Мы приклеим три штучки сюда. Маруся, смотри. У нас цифра семь здесь опять нас преследует, да? У нас уже была тема про цифру семь. И опять у нас кожа коровка с семью точечками. Ну что, приклеиваем теперь наши кружочки. Берем клей ПВА и намазывай каждый кружочек и приклеивай на крылышки. Три штучки на одну, три на другую. А седьмую я тебе скажу, куда. Так. Клея много не надо, потому что кружочки у нас маленькие. Так, чуть-чуть. Все. Достаточно. Можешь приклеивай на крылышку. Так, берешь. Крылышку. А мы приклеиваем. Да? Да. Да. А на крылышку можно? Вот это, конечно, на крылышку нужно было, я посмотрела, конечно. Вот сюда, на крылышку. Сюда не нужно. Давай еще одну. Так. Так. Ну вот, почти уже коровка готова. И вот седьмую мы должны приклеить вот сюда. Поняла? Да. Замечательно. Смотрите, какой логиночек получился. Какой медальончик у Маруси желтенький. Подними его вверх, пожалуйста, немножечко. Классно. Тебе нравится? Да. Ну что, теперь нам нужно сделать красную божью коровку. Мы решили сделать ее в виде тоже аппликации. Для этого нам понадобится что? Зеленый картон, да? Да. На нем мы вырезали зеленый листочек. Самый обычный, самый простой формат листочка. Вы можете придумать что-то интереснее. Улыбака. Улыбака. На улыбку похоже, да? И сейчас мы должны приклеить тельце божьей коровки нашей к листочку. Марусичка, давай, намазывай тельце. Побольше клей здесь можешь не жалеть, потому что божья коровка у нас большая, толстая такая получилась, да? Вот она какая, молодец. Так, еще берем клей, еще другую часть, половинку божьей коровки смазываем. Приклеивай теперь к листочку. Достаточно. Приклеивай. К листочку. У нас на листочке будет сидеть вот так просто. Бери и приклеивай, куда хочешь. Теперь нам нужно сделать крылышки. Крылышки у нас будут необычные. В прошлой божьей коровке в желтой мы разрезали, а здесь мы сделаем объемную божью коровку. Мы согнем вот так крылышки. И вот таким образом мы их приклеим. И получится, что как будто бы она летит у нас. Марусь, теперь нужно одну часть вот здесь вот намазать клей. Да, правильно, смазывай. Так, все, достаточно. Теперь мы ее должны приклеить тоже вот таким образом. Вот сюда. И вторую часть мы должны вот эту часть клеем смазать. Вот тут вверху. Намазываем. Так. У нас, божья коровка, каким цветом, Маруся? Красный. По-английски вспомнила, как красный цвет? Бат. Как? Бат. Ред. Букву Р нужно выговаривать. Да. Все, достаточно много ты клея намазала. Ну, ничего страшного. Приклеиваем. И осталось приклеить только горошинки. Тоже семь штук мы должны приклеить. Давай приклеиваем. Клея много не надо брать на горошинке, они же маленькие. Да, пускай летает. Вижу, ты много клея сделала, у тебя здесь немножко вот клей выступал. Ну, это можно, в принципе, потом тряпочкой промолчить. Ну, потому что здесь клея много не надо, потому что горошинки маленькие, сейчас клей нужно тоже чуть-чуть. Сейчас у тебя будет лишнее опять вылазить. Приклеивай вот сюда куда-нибудь. Вижу, беленькая выступает, это клей лишний. Немножко, вот даже не смазывай вот сейчас кисточку, просто вот у тебя клея на недостаточно на все горошинки. Это маленькая? Да, вот сюда ее, вот сюда. Так, отлично. Ой, это не то, это кто-то грызок. Вот, на тебе горошинку. Грызок приклеила, Маруся. Так, ну вот наша коровка почти готова. Здесь мы хаотично клеили вообще все. Марусь, белых горошков не бывает, наверное, все-таки. Достаточно, доченька, но это гороховая сила получается. Нарисуй теперь ей глазки. Мы здесь решили сделать еще глазки больше коровки. Нарисуй ей кружочки такие коричневые там внутри. Это будут глазки такие. Вот такие, молодец. Разукрашивай, разукрашивай теперь коричневые. Так, миленько. И еще один глазик. Кажи свою работу. Вот, приклеил. Возьми в ручки. Супер. Она у нас получилась такая крылатая. У нее крылышки летят. Да? Две подружки. Желтенькая и красненькая. Пока. Слава, чеклаки. Спасибо, ребята, что смотрели нас. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч. Мы вас целуем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok